МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Валерий Федорович, приближается 15 февраля, день памяти воинов-интернационалистов, день, когда советские войска покинули Афганистан. Чем лично для вас запомнился этот день? Во-первых, этот день, знаете, я-то несколько раньше оттуда вышел, так скажем. А день этот запомнился тем, чтобы все-таки наши войска не вышли оттуда. Хотя там остались еще некоторые погибшие в захоронении, некоторые пропавшие без вести. Вот запомнился этот день, что это окончание этих событий афганских, которых, может быть, я попозже расскажу. И, в общем-то, это знаменательная дата, когда все войны оттуда вышли. Какие мероприятия будут посвящены этой дате? Ну, например, в ближайшее время, значит, 15 февраля, во дворце съезда будет грандиозный концерт, на который я тоже приглашен. Он ежегодно проходит, очень, так сказать, в широком масштабе, что приглашаются, как правило, все воины-интернационалисты. Вот. И, ну, и помимо этого, в разных мероприятиях, вот в школах мы принимаем участие, рассказываем учащимся об этих событиях, вот в преддверии вот этого, ну, праздника, этого, так сказать, этой даты. То есть сейчас уже начались эти мероприятия, приуроченные к дате. Да, уже во всю идут. 27 января еще одна очень важная дата в истории нашей страны, это снятие блокады Ленинграда. Я знаю, что уже проходили, да, несколько, наверное, уроков или каких-то еще мероприятий. Вы участвовали в этих мероприятиях. Я предлагаю посмотреть небольшой сюжет, который мы снимали в поселке Развилка. В дни 80-летия снятия блокады Ленинграда провели множество мероприятий, приуроченных к памятной дате. В средней школе поселка Развилка организовали литературно-музыкальный концерт под названием «Подвигу Ленинграда посвящается». У нас участвуют и хоровые коллективы, подготовившие музыкальные номера, и дети, участники художественных студий, учтецы, ну и ведущие, это старшеклассники. Школьникам напомнили о мужестве, о выдержке людей, которые, несмотря на оккупацию фашистскими захватчиками, пережили тяжелые времена. Строгательная речь обратилась к ученикам директор школы Татьяна Бондаренко. «Подвиг – это преодолеть себя, преодолеть страх, воспитать в себе мужество, воспитать в себе силу воли. Я желаю вам всем, чтобы эта блокада Ленинграда никогда не повторилась в вашей реальной жизни». На концерт пригласили Валерия Бодряшова, который о войне знает не понаслышке. Он сам был участником афганских событий. Сейчас состоит в Совете ветеранов Ленинского округа, а также в фонде правопорядок «ЩИТ». Такие мероприятия проводят в рамках всероссийской программы «Урок мужества». «У нас стоит задача патриотического воспитания. Наши сотрудники фонда ходят в школы, студенческие коллективы. И вот рассказываем, я как участник афганских событий в Афганистане, не только об этом, прививаем людям, так сказать, школьникам патриотизм». Важными условиями при подготовке и проведении урока мужества является активность самих ребят, их заинтересованность и понимание значимости. «Нужно помнить память о погибших в блокаду Ленинграда, потому что они действительно герои выстояли и так и не отдали фашистам Ленинград». «На самом деле очень интересно. Я и раньше тоже знал про блокаду Ленинграда, но сегодня я узнал больше намного». Главная цель подобных мероприятий – развитие в подрастающем поколении таких качеств, как мужество и героизм, которые необходимы в современном обществе. Юлия Остаферова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Валерий Федорович, что во время таких уроков пытаетесь донести школьникам? И вообще, есть ли какая-то обратная связь? Ребята подходят, интересуются, спрашивают? Я сразу хочу сказать, что, как правило, ребята подготовят на высокохудожественном уровне выступление свое, посвященное тем или иным датам. Но я, когда приглашают на это мероприятие, я не только рассказываю про Афганистан, я стараюсь узнать что-то интересное про тех событиях, о которых идет речь. Вот, например, блокада Ленинграда, ведь немцы не брали его штурмом. Почему? Потому что при сдаче Киева наши отходящие войска заминировали здание. И когда вошли туда фашистские захватчики, при взрыве их очень много погибло. Поэтому Гитлер дал команду Ленинград не брать, а вот заморить его голодом, просто разбомбить, стереть лица земли. Многие, может быть, об этом не знают. И ко всем таким событиям я стараюсь какие-то интересные моменты где-то найти, прочитать. А отношения очень хорошие. Ребята, так сказать, очень хорошо воспринимают эти рассказы, аплодисментами некоторые, когда большие залы. А так, очень мне самому приятно, как я выходит, и большое спасибо, мы многое не знали. Потому что на уроках истории, конечно, все это скопом пробегается. На уроке, например, по-моему, Великой Отечественной войне. Сурубим, два, не то четыре часа отводится. А про Афганистан и подавно, там, две строчки. Поэтому вот надо нести в массы... А ведь Ломоносов сказал, народ, не знающий свою историю, не имеет будущего. Поэтому надо ребятам свою историю рассказать. Тогда многие события теперешние будут понятны им, исходя из истории нашей великой страны. Вот я так считаю. Валерий Федорович, давайте вернемся к вашей службе в Афганистане. Какие задачи стояли перед вами? Вы понимаете, ведь это события Афганистана, вот я не устаю говорить, нельзя было считать войной. Мы же не воевали против афганской армии и его народа. Вот мы вместе с афганской армией проводили операции по уничтожению бандформирования, которые стали свергнуть новую власть. Вот, например, есть у меня фотография. Значит, смотрите, здесь наши военнослужащие вместе с афганцами, так сказать, обсуждают проведение очередной операции. Поэтому и события эти. Значит, чем предшествовало? Ведь Афганистан – это первое государство, которое признало нашу Советскую Республику. И с тех пор у нас были с ним очень хорошие экономические отношения. Оттуда мы получали сельхозпродукцию, даже я до какого-то времени не знал. Представляете, газ оттуда мы получали. А там мы возводили около 200 различных объектов. Фабрики, заводы строились. Работали наши специалисты, врачи, педагоги, геологи-разведки. Только чего строит туннель, пробитый нашим метростроевцами, на высоте, представляете, 4000 метров, трехкилометровый. Туннель прорубили. Это основная была, так сказать, основной автомобильной магистрали Афганистана. И когда вот в апреле 1978 года произошла, скажем, апрельская революция, к власти пришли новые силы во главе с Таракей, а вторым лицом был Амин. И они, так сказать, взяли курс на социалистическое развитие этого государства. Но, естественно, как при любой смене власти, власти, так сказать, появляются недовольные. Некоторые ушли из Афганистана в Пакистан. И в это время капиталистические страны открыли лагеря подготовки, там их вооружали. И в дальнейшем забрасывали их на территорию Афганистана с целью свергнуть вот эту новую власть. И к 1979 году уже там практически развернулась гражданская война. Афганское правительство многократно, около 20 раз было обращение к нашему, повезти туда войска. Но, прекрасно понимая какой-то резонанс в мировой общественности, мы от этого воздерживались. Но когда летом 1979 года Амин вдруг арестовывает Таракей, расстреливает всю его семью, всем потом он начинает общаться с представителями ЦРУ. И опасность того, что это, во-первых, был же наш великий Советский Союз, это была наша граница. Опасность того, что вот эти волнения перекинуты на наши азиатские республики. Потом, что попадет под влияние западных держав этой территории. Поэтому было принято решение ввести туда войска. И войска-то были введены не с целью военных действий сначала, а с целью охраны строящихся объектов и наших специалистов. Даже было указание Министерства обороны не вступать. Но когда, так сказать, начали нападать на наши подразделения, пришлось заняться полномасштабными военными действиями. Но, как я говорю, понимаете, это практически была борьба с партизанским движением. Мы же не воевали армия против армии, поэтому войну это нельзя назвать. За эти 9 с небольшим лет, почти 10, 360 тысяч афганцев получили у нас специальности. Какая же это война была? Мы их обучали даже в это время. Поэтому, поскольку это было специфические военные действия, тогда Юрий Владимирович Антропов в 1950 году дал команду направить туда опытных, можно громко сказать, опытных оперативных работников для оказания помощи местным органам госбезопасности, помощи и становлению их. И плюс уничтожение этого бандитского подполья. Ну вот командиром одного из таких подразделений наносило кодовое название «Каскад». И был направлен я в Бадахшанскую провинцию, значит, город Фаизабад. Но одновременно можно, знаете, что отмерить, поскольку я так выходец из органов безопасности. Было-то решение ввести туда войска и, значит, заменить Амина на лояльно относящегося к нашей стране Бабрак-Кармаля. И вот 27 декабря 1989 года была проведена уникальная операция по взятию дворца Амина, где 58 спецназовцев КГБ тогда СССР за 43 минуты взяли вот этот дворец. Амина была уничтожена. У него личной охраны только было 200 хорошо обученных и вооруженных офицеров. 150 из них было уничтожено. К сожалению, в тот момент, во время штурмы погибли 5 спецназовцев. Это, так сказать, наибольшие потери, которые вот Альфа понесла, Альфа и выпил. Остальные были все-таки получили ранения. Таким образом, значит, чем мы занимались, там вот группа «Каскад». Значит, мы среди афганцев приобретали агентуру. Пусть так это громко звучит. Сразу хочу сказать телезрителям, кто смотрит нас, что вот агент, агент, агент. Бутует мнение, что это доносчик, стукач какой-то и прочее. Понимаете? Я хочу сразу, так сказать, опровергнуть. Стукач и кляузник – это состояние души. Это человек, который вечно строчит жалобы на ЖЭК, на соседей, чем-то недоволен, газоны там у него убирают и так далее. А агент – это патриот своей Родины. Понимаете? Он, во-первых, приобретается в среде, которая представляет интерес для спецорганов, или вообще внедряется в эту среду, мы видим это по фильму, подвергаясь смертельной опасности. Это однозначно. Это патриоты. Некоторые агенты даже награждаются правительственными наградами. Так вот, мы приобретали там такие источники информации. С их помощью они приносили информацию, где находятся склады или бандформирование. Дальше эту информацию мы несли в Советскую Армию. И вот наши спецподразделения армейские вместе с афганцами занимались уничтожением. Сразу хочу сказать, где же погони, стрельба и прочее. Мы этим не занимались, этим занимались спецназовцы. Мы были хорошие агентуристы, оперработники. Но при всех этих операциях мы, конечно, присутствовали, потому что наша была информация, и мы могли какие-то коррективы внести. Плюс еще был допрос пленных. Да, и тем не менее насмотрелся я всех этих тяготов войны. А что самое вообще для вас было, самое тяжелое в службе? Какие моменты? Можете отметить? Я сейчас хочу привести, что были, так сказать, ведь и есть Друнина, Юлия Друнина. На 43-м году написал такой четверостиши. Я только раз видал рукопашный, раз наяву и тысячи во сне. Кто говорит, что на войне не страшно. Кто-то ничего не знает о войне. Но самое впечатляющее, что тяжелые, америки, климатические условия. В горах сразу температура плюс 40 летом. Ну, я думаю, воды питьевой нет. Мы ездили в советский полк за водой питьевой. Вот эти тяжелые слои. В основном физически тяжелые слои. Плюс, конечно, специфические эти афганцы, они же, понимаете, все-таки мы приехали, то там был 1361 год. 1061 год – это феодальный строй. И так они, конечно, себя и чувствовали. Если ему положено там 10 мешков риса собрал, он 5 отдать баю, то очень сложно его переубедить в этом. У нас ведь, когда революция произошла, все-таки был могучий рабочий класс, более-менее образованный. А там плюс сильное религиозное внимание. Поэтому и по натуре азиаты хитрые. Поэтому информацию, которую от них получали, надо было многократно проверять, перепроверять, чтобы как-то не попасть самим в какую-нибудь засаду. Вот у меня есть однополчанин, афганец тоже, Виталий Белюженко, Герой Советского Союза. Вот они попали в такую операцию, попали в такое положение, что он отстреливаясь, вот получилось звание Героя Советского Союза. И хочу что-то сказать еще. Вот эти, как мы гуманно воевали. Ведь получив эту информацию, я, прежде чем передать ее в армию, я должен гарантировать, что вот это место находится не ближе 300 метров от кишлака, чтобы не зацепить мирное население. Вот так мы воевали. А по времени сколько вы там были? По времени было 9 месяцев. 9 месяцев. И я, если про наш патриотизм, ребята этих скажут, мне знаете, что я немножко еще расскажу про Афганистан, меня восхищало и изумляло, с какой отвагой и мужеством наши ребята, молодые, вчерашние школьники практически, шли в бой и как отважно, хотя, казалось бы, далеко от своих домов, они воевали. Вот, видимо, такой был порыв патриотизма в то время, такое было патриотическое воспитание населения. Ведь вы помните песню дальше «Думай о родине, а потом о себе». Я вот зачитаю вам, смотрите, заявление. Вот есть такое заявление. Начальнику политотдела войсковой части 07-264. Прошу вас зачистить меня, гвардии рядового ВЧ-45-293 Лобова Евгения Владимировича, добровольцам и отправить для интернациональной помощи братскому народу Афганистана. Я считаю своим долгом комсомольца и воина-десантника быть там, где нужна моя помощь. Я заверяю вас, что вам не придется за меня оправдываться, что я выполню без промедления любую задачу моих командиров и начальников, и если понадобится, то отдам свою жизнь, не задумываясь за счастливое будущее и мирное небо братского народа Афганистана 1701-1950 года. Вот, представляете, вот тогда была такая молодежь. И, знаете, афганцы сами очень отважные воины и, так сказать, и мастеровитые, что ли, ведь их никто не завоевать не мог. Англичане пытались, нет-нет. И они тоже восхищались мужеством наших солдат. И, вы знаете, вот в местах гибели солдат однополчане как-то там возводили какой-то там небольшой монументик, ну и на камни выбьют что-то такое, если есть возможность, что-то сделают там из дерева, из металла какой-нибудь за памятный знак. И вот за 40 лет, что прошло это, афганцы, уважая наше мужество, значит, вот ни на одним из этих, так сказать, памятных мест не надругались. Ну и еще хотелось бы что отметить, что следует отметить, что ведь тогда на защиту нашего государства целостнее поднялись все представители нашей многоденциональной страны. И не зря же день воин и традиционалисты, как и день победы, отмечается во всех наших республиках. Вот, например, смотрите, мне в прошлом году, примерно год назад, вот из Бухары прислал наш однополчане, Узбекистан, Бухара, 15-0, 2-й, 23-й. Вот они подлагают... А, то есть это где какие мероприятия проходят, вам присылают... Да, вот из республики, казалось бы, другое государство, но тем не менее они вот к памятнику воин-рационалисты несут вот цветы. То есть вот так это в памяти есть. Ну и немножко еще остановлюсь, знаете, нас обскорбляют, там и там барбары, там прочие, напали на страну, и плюсы понесли, так сказать, ненужные потери. Я вот приду, расскажу вам в следующем. Вот мои друзья, афганцы, тоже воины-афганцы, вот создали такую книгу. За эти 10 лет военных действий в Унистане мы потеряли 15 тысяч 22 человека. Вот на сегодняшний день, последнее здание. Оно дополнялось с годами. Ездят туда ветераны Афганистана, привозят останки, они их идентифицируют. И вот последнее здание 15 тысяч 22 человека. Может, в интернете есть Александр Лаврентьев, полковник, он туда вот ездил за останками. И вот где-то год назад его обманули, пригласили туда, в принципе, взяли в плен, предали его. И вот там по кишлакам 20 дней таскали, вот 28 дней выкуп требовали. Ну и каким-то образом освободился, он сам говорит, не знает. И вот, как пример этой книги, смотрите, здесь есть и наш земляк. Я, извините, очки ваша одену. Вот, смотрите, я прочту. Соломатин Сергей Алексеевич, рядовой разведчик-пулеметчик, родился 26.05.1964 на территории совхоза имени Ленина, Ленинского района Московской области. Русский. Учился в ГПТУ 51 города Москвы. Вооруженные силы СН призваны 24.1983 года. Ленинским РВК Московского в Республике Афганистан с августа 83-го года. Принимал участие в боевых операциях и в 12 засадах. Проявил себя смелым, решительным воином. 5.12.1984 в пустыне Регистан, находясь в засаде, на пути движения каравана противника, метким огнем из пулемета, подбил машину с оружием и боеприпасами, вывел из строя несколько мятежников. В завязавшейся перестрелке погиб. Награжден Орден Красной Звезды посмертно. Похоронен в деревне Мамона, Ленинский район Московского. Вот наш земляк. Понимаете? Проделан колоссальная работа. Представляете, с фотографиями. И все нашли. Спасибо большое. Огромную работу проделали. Так, Валерий Федорович, давайте перейдем к вашим наградам. Вы кавалер двух Орденов Красной Звезды. Можете нам рассказать подробнее об этом? Как вы получали, вообще за какие заслуги? Значит, сейчас я сразу к последнему вернусь. Ну, последний, вот этот Орден, ну, один из этих двух. Значит, он, ну, вручен был после Афганистана, мне за совокупность вот этих операций. Понимаете? Проведение операции. То есть, у меня были хорошие результаты по выявлению этих и дальнейшему уничтожению. Причем, знаете, когда начинаешь вспоминать что-то, вот эти операции и прочее, вот это, я понимаю, этот глава убежден, что наш организм – это уникальный, уникальный, что ли, механизм. И вот я помню некоторые, ну, интересные первые операции, например, я помню, когда афганец один пришел и, значит, рассказал, что знает в горах какой-то склад боеприпасов, душманов. Ну, мы эту информацию, значит, в армию, ну, я приехал, его взял, с ним мы поднялись шесть вертолетов, полетели разбомбить этот склад. Но одно дело, этот он на Ишаках по горам ходил, а тут вдруг в горы поднялся, никогда он не летал. Эти горы он ничуть не узнает, но хорошо они там выставили флаг этот мусульманский, зеленый, так что мы разбомбили, и все, это вот первое. А вот эти все-таки, знаете, наверняка, если сильно-то напрячься, то это и есть. Вот эти все, так сказать, жестокие ужасы войны, я чувствую, что вот наш организм до того обладает защитой. Он закинул, как бы, за дворки нашей памяти. И вот, так сказать, оберегая нас с вами, нервную систему. Вот у меня мама, например, была войной отшел, всю войну прошла, сначала до Калининграда. И я как нашел иноградной лист, я просто удивился. Она в боях только из Восточной Пруссии обработала 3800 раненых. И тоже о войне ничего. А она была медсестрой? Она врачом была. Это постоянно хирург, операция, резала, резала, резала. То есть вот это тоже она как-то не раскладывала. Видим, все-таки наш организм имеет такое свойство. Ну, это вот, значит, про этот орден. А первый орден я получил здесь у нас, в нашем замечательном Ленинском районе, теперь округе. Я, так сказать, ну, может, секрет не сказать, я курировал институт в НИИГАЗ, и там появился человек, опять же, с помощью, мы там, имел я свое, так сказать, источники информации. В отделе, который относился, так сказать, к режимным, появился человек, который проявлял то есть незаврядный интерес к секретным разработкам, старался потом общаться с людьми, обладающими секретной информацией. Потом у него как-то появились деньги, которые не соответствовали заработной плате. Иначе вот его, так сказать, изучать, выявили, что он имеет контакт с военным этажом одного из посольств. Вот его полтора года мы, так сказать, разрабатывали, наблюдали. В конце концов, он был арестован, порядка десяти сотрудников посольства были выдвинули из страны, а он получил 10 лет. Вот это вот первый мой орден был, который здесь я заработал на нашей территории. Хочу сразу, может быть, ребятам интересно будет знать, а может взрослым про эти ордена и расскажу. Ведь этот орден Красной Звезды, он был учрежден одним из первых, даже третьим, по-моему, в нашей молодой Советской Республике. И здесь вот стоит солдат с винтовкой. Но после революции солдаты во что были? обуты. Значит, были ботинки, и вот онучили, анучи, я не знаю, как ударение поправили. Короче, обмотки до колен были обмотаны. Вот этот солдат так и был на этом ордене изображен. Но перед войной 41-го года, но уже побогаче страна стала, и солдаты обули сапоги. Ну и кто-то сказал, конечно, неудобно, солдаты в сапогах, а он еще тут в ботинках у нас. И взяли на этом ордене, вот здесь еще солдат стоит в сапогах. А немецкие, так сказать, захватчики к нам перед войной и во время войны активно забрасывали свою агентуру, в том числе в форме военнослужащих. Ну и вешали ордена, медали и прочее. И вот они не знали, что орден-то изменен. У них по старому бросают. И когда первого агента поймали, у него этот орден был с этими, еще с ботинками, то это был признак, как, значит, присматривали. Если орден с ботинками, значит, вероятность есть, что это вражеский агент. И много так было разоблачено вот благодаря вот этому ордену. А с однополчанами встречаетесь? Да, мы вот назначили себе тоже 21 декабря. Мы там все-таки из органов госбезопасности, поэтому 20-го день ЧК. 21-го мы регулярно собираемся, вот наша группа каскадовская. Ну, собираемся, отмечаем, вспоминаем было. К сожалению, у некоторых уже нет живых. Но это мы у нас регулярно. Даже к 25-летию, вот это я ношу юбилейно. Сами выпустили 25 лет каскаду. Это было 10 лет назад. Фонд правопорядок и щит, в котором вы состоите. Расскажите, пожалуйста, о его деятельности. Вообще, сколько он уже существует? Фонд правопорядок и щит уже существует 27 лет. Там, в общем-то, собраны сотрудники органов госбезопасности, силовых структур. Много как раз, знаете, я сам всю жизнь проработал в московском управлении КГБ, и многие оттуда. И, значит, наряду с задачей по оказанию помощи ветеранам вооруженных сил, спецслужб, оказание какой-то социальной защиты, мы ведем большую работу по патриотическому воспитанию подрастающему поколению. Как бы это на меня возложено, там я и здесь, в нашем округе, тоже отвечаю, ветеранская организация, за проведение патриотической работы. Уроков мужества, да, уроков мужества, во всех школах наших. И, да, у нас даже есть заключение, фу, соглашение с департаментом образования Москвы, где нам спускают прямо в списки школ, там прям адрес есть, звонишь, там, здравствуйте, департаментом да, с удовольствием приезжайте к нам. То есть договоренность есть, что они проводят. Несколько лет назад мы, фонд подписал соглашение, что мы как-то на область работали, а на московский фонд, мы подписали соглашение с нашей ветеранской организацией нашего округа о совместной работе. Поэтому я везде, там, я читываюсь и в фонде, говорю, что это наша совместная работа. И здесь точно так же. У нас там очень интересные собранные люди, есть герои Советского Союза, герои России, например, у нас есть такой горовой Владимир Ильич. Он много лет проработал в разведке в Соединенных Штатах. В 1973 году получил орден звания Героя Советского Союза и только в 1920-м вот его рассекретили, позволили о нем писать, прочее, писать, сколько лет он где-нибудь ебал. Есть у нас Сергей Шаврин, герой России, который, один из командиров штурмовали вот Норд-Ост. У нас есть писатель Андрей Юрьевич Ведяев, который часто выступает по каналу «Звезда» и специалист в спецшлурм. Евгений Анташкевич, тоже заслуженный писатель, тоже часто выступает. Причем, вот говоря, здесь в апатриотической работе мне удавалось, вот Ведяев, например, на развилке, там Гринберг и Иосиф Хайманович, у него небольшая типа студия тоже. Мы записывали очень интересное интервью с ним. Вот договорились, что я с ним договорился, вот Павел Александрович просил бы сюда пригласить его. Наверное, в ближайшее время он дал согласие, просто мы после этих праздников наверняка он приедет к нам, и очень интересный человек, много знает об истории. И вот большую такую работу мы проводим. Не душаемся, конечно, на все школы не хватает, хотелось бы это... Я предлагаю посмотреть сюжет, совсем недавно проходил урок мужества в Виндовском художественном художественном техническом лицее. Очередной урок мужества для видновских лицеистов был посвящен Сталинградской битве, одному из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. О героизме советских солдат десятиклассникам рассказал Валерий Бодряшов, кавалер двух орденов Красной Звезды. Доступны стали все средства информации, в том числе и зарубежные, откуда льется всякая кадр на нашу действительность, на наших лидеров государства. Поэтому надо знать историю, ведь, как сказал великий Ломоносов, народ, не ведущий своей истории, не имеет будущего. Вот стараюсь рассказать на примере прошлых событий, правду о них, ну, как участник, допустим, этих событий. И, зная историю нашей страны, можно легко найти ответы на сегодняшнюю обстановку в мире и в нашей стране. Во время урока также обсудили тему военных действий в Афганистане, участником которых был Валерий Бодряшов. Ребятам было особенно интересно узнать о событиях тех лет, ведь они состоят в детско-юношеском патриотическом движении «Юнармия». Движение в наше время очень важное, вкладывает все усилия, все возможности, все материалы на помощь окружающим людям и на воспитание правильного патриотического духа в нашей молодежи. Заинтересовало меня это движение тем, что у меня был классный руководитель в прошлой школе, который организовал все это движение. И мне понравилось, как он рассказывал это на уроках, то, что у нас были специальные магазины, автоматы Калашникова, разные специальные одежды. Он показывал, как это правильно одевать. И, наверное, это меня очень сильно заинтересовало. Я решила, что хочу вступить в движение. Юнормеец Даниил Подгорнов занимается военно-патриотическом клубе «Ратник» и помогает педагогам лицея проводить различные мероприятия. Иногда помогаю учителям проводить уроки ОБЖ. Показываю разборку-сборку автомата, как правильно надевать ОЗК и военно-прикладное. Далее ребята были приглашены в ТИР, где прошел турнир по стрельбе из пневматической винтовки. Как правильно обращаться с оружием показал депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Павел Русаков. Рука прямо, то есть локоть согнут, значит, рука не держит вот эту вот часть, она лежит на ней. То есть абсолютно спокойно, расслаблено, не надо сжиманий вот этих вот мер. То есть чем больше, чем меньше ты напряжен, тем точнее ты выстрелишь. Самому меткому стрелку по итогам соревнований Валерий Бодряшов вручил значок снайпера. Этим знаком награждали военнослужащих, прошедших снайперские курсы с 1938 по 1941 годы. Всего таких знаков было выпущено сравнительно немного 141 тысяча. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Валерий Федорович, достаточно разнообразные уроки. Вы всегда приглашаете интересных людей вместе с вами. А что еще можете... Ну вот я хотел бы сказать немножко про этот урок. Да, замечательный урок прошел стрельбой. Вот этот знак, этот снайпер, ой, не снайпер, а, этот снайпер, это он был учрежден с 1938 по 1941 год. И всего-то их было 141 тысяча. То есть, в общем-то, памятный знак. И я говорю, я всегда готовлюсь к каким-то урокам, чтобы быть интересным. Вот этот снайпер, я привел ребятам, во время войны у нас замечательный был снайпер, Людмила Павличенко, которая уничтожила 309 фашистских захватчиков. Причем из них 36 снайперов. То есть, была снайперская дуэль. И в 43-м году, в прошлом столетии, она, значит, получила контузию, была ранена. Ее президент Соединенных Штатов Розен пригласил в Соединенные Штаты. Она приехала, ей предоставили слово выступить перед Конгрессом, и там собравшись на стадионе публики различной. Но отпустили ей всего 3 минуты. Поскольку она была человек находчивый, остроумный, она сказала, джентльмены, мне 25 лет. За это время я уничтожу 309 немецких захватчиков. Не пора ли вам, джентльмены, прекратить прятаться за моей спиной? Там эта буря поди смета. И члены Конгресса стали тут же инициировать открытие 2-го фронта. Вот такой интересный момент это был. И, говоря еще ребятам, понимаете, я всегда говорю, что ладно, ну, учите свою историю, как я сказал, больше читайте, общайтесь с умными людьми. Ведь пословица есть с кем поведешься, от того и наберешься. Поэтому общаться надо с умными людьми. Вот эти бывают термины, мы даже не задумываясь, говорим, ты что такой деловой? У меня других, что ли? Сплошь и рядом, мы взрослых видим. А ведь по существу это страшное, так сказать, оскорбление. Человек умный должен этого стесняться. Это же нонсенс. Вот. И говорю, ребята, мы не надо забывать о спорте. Я всю жизнь тоже был в спорте, играл в баскетбол, до последнего времени играл в ветеранской команде «Динамо» в хоккей. Опять же, в здоровом теле здоровый дух. Будете здоровыми, меньше будете тратить время на лечебные койки, тратиться на лекарства, прочее. У вас больше времени останется для каких-то творческих занятий, занятий по душе, что ли. Я вот в последнее время стал свободным, в свободное время. Раньше не занимался, ну, немножко занимался в школе художеств. Я вот решил увлечься, так сказать, художеством. И вот некоторые, извините, работы я могу вам показать свои. Это ваши работы? Да, это вот я, так сказать, в свободное время. Это гуашь. Гуашь и вот такие вот. Один пейзаж, вот второй. Такой наш, просторный. Ну и, конечно, не мог я и упустить военную тематику. Вот идет караван в Афганистане. Очень красиво. Сколько уже картин в вашей коллекции? Ну, где-то у меня уже так штук 15-х есть. Может быть, на какую-то выставку же. Вот. Но тут тоже надо ждешься, когда есть, так сказать, порыв, то... Приближается еще одна, один важный день. 23 февраля, день защитника Отечества. Расскажите, может быть, вы что-то тоже готовите, какую-то программу для тех же школьников? Ну, так сказать, здесь уже, так сказать, больше упор делается на защитников 41-45-го года. И опять же, я хочу подчеркнуть, наверняка в школах будем выступать и рассказывать ребятам, я хочу обязательно подчеркнуть, что ведь, как и в Афганистане, как в этом... На защиту Отечества поднялся весь, так сказать, наш национальный народ. Когда товарищ Сталин взял микрофон, сказал, уважаемые братья и сестры, давайте это фашистский гидрих, ребят, перелом. И бинтовку взял узбек, и таджик, и еврей, и русские, все пошли воевать, кромить этого фашиста. И хотелось бы что сказать Дню Отечества. У нас сейчас некоторые наши военнослужащие в боевых условиях его будут встречать. Хотелось бы им здоровья, так сказать, чтобы выучили они с наименьшими потерями, чтобы было у нас чисто и всегда небо на головой. И ведь они воюют не только, так сказать, они воюют из-за будущего мирного существования всего нашего народа, да и мира, можно сказать, потому что Альберт Эйнштейн сказал, что я не знаю, чем будут воевать в Третью мировую войну, но в Четвертую точно палками и камнями. Спасибо большое, Валерий Федорович, что пришли к нам сегодня в студию. С наступающим вас праздником. Я напомню, что у нас в гостях был участник боевых действий в Афганистане, кавалер двух орденов Красной Звезды Валерий Бодряшов. Забыл я добавить еще, можно секундочку? Это все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова